Около городского центра художественно-эстетического творчества десятки мальчишек и девчонок. Узнав об открытии областной резиденции Святого Николая, ребята адресуют чудотворцу свои пожелания. Я не знаю, чего я хочу, но хочу что-то не особенное. Я хочу, чтобы он тоже мне дал то, что он сам подумает нужным. Ну, на его выбор, что он хочет, пусть и принесет. Резиденция волшебства будет работать в течение всей недели. Детвору также ждут мастер-классы по изготовлению игрушек, колядки и фабрика подарков от Святого Николая. Подготовлены внешкольными учреждениями города очень большая программа. С ними будут проводиться мастер-классы по декоративно-прикладным направлениям. Также здесь будут работать с ними культурорганизаторы. В прошлые годы резиденция Святого Николая находилась в Святогорске. Но из-за событий на востоке Украины было принято решение перенести ее в Мариуполь. Дети из северной части Донеччины, из Мариуполя, из ближних районов, им далеко должен туда ехать. Поэтому этого года было решено передать эстафету Мариуполь. День Святого Николая – праздник добра и веры в то, что чудеса все-таки существуют. В них верит и 17-летняя Кристина. Ее желание – одно на всех. Я хотела, чтобы был в Украине мир и все жили дружно и спокойно. В городском центре художественно-эстетического творчества резиденция Святого Николая будет работать до 19 декабря. А уже на следующий день всех желающих приглашают на праздничный концерт. Валерия Семичихина, Виталий Шостак. Информационная программа «Зеркало».